В рамках выставки состоялось вручение премии имени нашего выдающегося земляка, врача-инноватора с мировым именем Якова Давидовича Витебского. В этом году она досталась сердечно-сосудистому хирургу Курганской областной клинической больницы Андрею Руденко. Оказалось, он знал Витебского лично. Это неординарный, яркий, многогранный человек, масштаба которого в нашей области в медицине сейчас и не назовешь. Состоялось и вручение областной премии «Лучший врач года». Победители определялись в 20 номинациях. Премия «Молодость, новаторство, талант» досталась 27-летнему Алексею Антонову. Оцениваю это очень здорово, что молодым врачам есть отдельная номинация. Это очень хорошо стимулирует к дальнейшей работе и видно, что на молодых врачей не наплевать. Премия «Лучший врач года» вручалась в пятый раз и за все время проведения конкурса имена победителей никогда не повторялись. Это говорит о том, что в нашей отрасли работают честные, грамотные, достойные, замечательные специалисты. На выставке все желающие смогли получить консультации врачей и пройти обследование. Например, на аппарате «Омега-М», который определяет биологический потенциал организма. Он активно используется в спортивной медицине, в том числе при подготовке зауральских атлетов к всероссийским соревнованиям. Он определяет биологические возможности, возрастные характеристики, дает режим сна и отдыха, какие нагрузки посмотреть. Если нагрузки большие, аппарат выдает, то организм перетренированный. Если он недогруженный, значит мы говорим, что вот надо поднагрузиться и так далее. На выставке собрались ведущие медицинские организации региона. К ним примкнули частные клиники, центры Лизарова, страховые медицинские компании и фармацевтические предприятия. Также в выставке приняли участие тюменские коллеги. После осмотра экспозиции недавно назначенный заместитель губернатора по социальной политике Ирина Бугаева заявила, что медицина в Заурале развита достойно. Но особенности территории и современные тенденции требуют немного других подходов к оказанию врачебной помощи населению. Сейчас надо насытить медицину достойным оборудованием и посмотреть логистику, маршрутизацию. Медицинская услуга – это прежде всего и внешняя составляющая, да, это профессия врача, но это и культура врача, это культура приема. Поэтому вот эти вот компоненты надо будет очень четко отрабатывать. Ирина Бугаева обещала привнести в хорошие традиции зауральской медицины опыт медицины Свердловской и Челябинской областей, в которых она проработала более 30 лет. Алексей Старцев, Николай Волков, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.